Валерий Кузьмич, главный тренер футбольного клуба «Томь» Валерий Кузьмич, главный тренер футбольного клуба «Томь» Валерий Кузьмич, главный тренер футбольного клуба «Томь» фаворитом, и задача у вас очевидна. Перед началом чемпионата многие горячие голы, как сейчас кажется, теневым фаворитом, одним из таких фаворитов, называли факел. Ну, теперь примерно понятно стало. Факел, факел, да. Что вы знали о нашей команде? Как-то специально готовились? Какая информация была? Я признаю, что особой информации не было, кроме того, что команда пополнилась качественными игроками, и матч, который мы посмотрели против Тосна, он там ничего не дал, кроме того, что команда из Воронежа не проигрывала по игре. Но, когда меня немного за это критикуют, да, мы теневые фавориты, да, у нас задача стоит, но, очевидно, вы знаете, в таких условиях мы комплектуемся. У нас на игру против Спартака заявки было 18, но на самом деле 13 игроков, полевых. Вот. Поэтому вот эти сложности мы преодолеваем. Если говорить о подготовке против вашей команды, то мы готовим вообще свою игру. И я убежден в том, что мы должны исходить из того, что у нас есть. Хотя я вижу, что потенциал у вашей команды очень приличный. Понятно, что пока много еще несыгранности, много там эпизодов, когда можно было бы сказать по-другому. Но, еще раз говорю, одна из самых опытных у вас команд, и, очевидно, со временем она будет грозно. В каких компонентах вы сегодня переграли в Факер, если так вот? Сейчас, нет, сейчас не время для анализа еще. Очень сложно после игры, и у меня еще все спонтанно так. Правильно у вас поняли, что недофинансирование определенное в команде есть? Нет. Бюджет у нас прошлогодний. Другое дело, что комплектуемся мы по принципу, когда нас ограничивают в наших возможностях. Именно в трансственный период. Еще вопросы есть? Есть. Немножко не по теме. Сейчас много... Не по теме это неправильно. Почему неправильно? А мы вас видим не слишком часто. Почему нет? К сожалению. Не по теме, очень коротко. Сейчас масса кандидатур, да. Ну, разумеется, можно не продолжать. Чем сборная России хуже Камерон, другими словами? Ну, почему? Ничем не хуже. Ну, я вам еще раз скажу, что когда мне задают вопрос, я как юноша смущаюсь, потому что это просто, как бы, пожелание журналистов, наверное, в какой-то степени. Или людей, которые мне симпатизируют. Но основы под этим ничего нет. То есть, если вам гипотетически вдруг предложат, вы, скорее всего, отправились? Нет, я этого не сказал. Ну, вот у Сусума у вас есть желание или... Слово «желание» здесь не подходит никак. Как? Если бы наши желания с нашей возможности... Вопрос в другом, что ли. Я просто реально смотрю на вещи. Олег Павлович, скажите, пожалуйста, а вот вы сегодня игру смотрели, можете кого-нибудь выделить из воронежской команды? Или вы не замечаете? У меня есть недостаток. Я, когда идет игра, я очень плохо вижу соперника. Это точно. Ну, у меня есть, да, кого бы я хотел у себя иметь из вашей команды, но пусть оставится моим секретом. У вас есть игроки? Очень приятно. По-моему, вкусно. Павел Пантелеич Гусев, главный тренер футбольного файла, в вашем внимании. Павел Пантелеич, ну, про комитет, пожалуйста, прошедший матч. Во-первых, хочу поздравить команду Томск с победой. Комментарий прост. Победила более классная команда. Объективно нужно признать это, что Томск на сегодняшний момент сильнее в организации, в исполнительском мастерстве. Удивительного ничего в этом нет, потому что команда год назад еще играла в премьер-лиге. В прошлом, в этом году переходные игры играла, практически сохранив состав. Более сыгранная, сбалансированная, мастеровитая команда. У нас проблема с тем, что был дефицит времени и многие моменты, которые сегодня, скажем так, не совсем правильно выполнялись. По ходу игры связаны с одним, с тем, что появилась большая группа новых игроков и нам просто элементарно не хватило времени, чтобы сыграться. Это просто вопрос времени. Где-то недопонимание. Что касаемо игры, очень много, даже отбрасывая эти факторы, все равно, очень много было технического брака в центральной части поля, особенно в первом тайме. Совершенно необоснованные потери. Ну, где-то, может сказать, сказалось качество газона, где-то неправильное принятие решения техническое мастерство игроков. Ну, очень много потерь было. Очень много атак мы организовали сами на свои ворота. Не команда соперника, а мы сами. Второй тайм немножко получше смотрелся, все где-то, когда включили скорости. Это в первом тайме немножко и робость присутствовала. Все потом включили скорости, появились моменты. Ну, те моменты, которые были, даже при всех тех факторах, которые я назвал до этого, какие моменты, конечно, нужно реализовывать. Момент у Касьяна в первом тайме явный, стопроцентный голевой момент, когда с двух, с трех метров пустые ворота по мячу не попадает игрок. Хорошая фланговая атака, вот спорную Тихова с хорошей передачей в ногу не использовал. И два момента во втором тайме у Тихова было, которые чуть-чуть не хватило. Первый выход там. Ну, это уровень мастерства все. И вот если сравнивать молодой Тихий, у нас два момента не реализовал, которые реально могли заканчивать саджатие ворота. И пол момента у Баженова. Пол момента у Баженова. Ну, лишь полный. Это класс игрока. Это класс, это мастерство исполнительское. Харткий комментарий. Павел Сергеевич, Мурнин не готов был играть в середине поля с первых минут, потому что все-таки бихетов тяжело было, и команда выходила, поспорная через центр. Ну, здесь расчет был на то, что мы принимали план, что у нас здесь в центральной зоне Бикетов и Свежов. Ну, Свежов увидели, что, ну, скажем так, уровень его готовности. Вроде бы, я беседовал с ним, сказал, что я готов, я ему. Ну, с таким количеством технического брака центральный бухгал защитник не имеет права играть. Все, и поэтому они с Мурниным одноплановые. Здесь мы принимали план, что Касьян у нас будет немножко ниже опускаться при оборонительной работе, потому что он дает большой объем. Ему дал сегодня большой объем работы, все. А при атаке он должен был выдвигаться, как второй форвард, играть. Второй форвард. Какой был, Сергей Ильич? Ну, второй и третий голы не такие обидные, понятно, что переиграли. Ну, а первый какой-то безобразный хороший. Ну, опять же, если вы вспомните, с чего начался первый гол. Не вынесли какой-то непословки страны. Наша ошибка, элементарнейшая ошибка, мы владели мячом. Ну, нужно было упростить ситуацию в этом эпизоде, да. И мы потеря мяча, обрез, получаем на этом гол. А Мяченко, насколько довольны вы сегодня, по-моему, в первом тайме нервозность? Первый тайм, начало игры, да. Присутствовала нервозность, опять же, связана с погодными условиями, да. Два раза там на выходе просто кексанул он, да. Воиболее. Да, да, кексанул все. А потом, ну, скажу так, достаточно уверенно, он вторую половину провел и там пару эпизодов, когда просто вылучил в конце первого тайма удар с центральной зоны. А в начале игры присутствовала нервозность. Сегодня в линии обороны у Факела играли новички на один. Да, три человека, да, новое. Это вот оптимально, на ваш взгляд, да? То есть, вот, Макиневский пока вот еще не готов. Я думаю, что, ну, по данной игре, с учетом результата и с учетом того, что есть претензии, есть претензии, я думаю, что это не оптимально. Сейчас будем смотреть и у меня уже есть мысли по этому поводу все, потому что три новых игрока и здесь не хватало где-то в каких-то эпизодах вот именно взаимопонимания все. Могилевский, ну, капитан-лидер, все, он руководит игрой, все, и где-то вот в плане этого его не хватало. А вы за Болотного предпочли Бирюхову из-за погодных условий? Ну, из-за погодных условий потом мы учитывали, ну, скажем так, фактор наличия в составе тайме высокорослых игроков, которые участвуют в стандартных положениях. В стандартных положениях у наших ворот. Это и Яраник, и Джиоев, и Саная, высокорослый, и Бардачев. Поэтому здесь Антон играет головой, и здесь он вот именно при стандартных, как у наших, так и у чужих ворот, он многие моменты на нем завязаны. Ну, я скажу, что он, таких моментов у него не было, да, но то, что в плане борьбы и в плане желания, он провел, ну, скажем так, неплохой выбор, коэффициент полезного действия, хотелось бы для нападающего побольше немножко, да, немножко побольше. Рылов сегодня не слишком убедил на флагах. То есть с флагами проблемы остается? Да, проблема. Ну, остается проблема, но здесь вы, наверное, следите и в курсе, что у нас получилась так ситуация, что мы после первой игры, после искусственного поля, мы потеряли трех игроков. Ну, четыре дня у нас не тренировался, ни одной тренировки Самсона не провел, у него колено, с коленом были проблемы, все не провел. И травма Жиляева, и травма в центральной зоне Гриднева, которые с Бекетова внутренней, они давали хороший объем работы, и черновой работы, и в организации игры Гриднев так-то неплохо выглядел. И в первой игре мы потеряли у него надрыв задней поверхности, беда, у поля, воспаление сухожилия, все, поэтому трех игроков мы потеряли. И здесь с правой стороны вынужденная, ну, с учетом того, что здесь у них в первой игре хорошо выглядел не хайчик, и потом вышел на замену Пугин, оба скоростных парня, и здесь пришлось нам немножко перестраиваться, и на свойственной для себя позиции играл Тихий, но по этой игре я скажу, что он не использовал впечатление, но хорошую игру провел, да, где-то ошибался, где-то в концовке, вот те моменты, которые я не реализовал, но то, что я хотел от него, чтобы он здесь фланговая атака была, и вся, практически вся угроза шла с правой стороны, и в первом тайме передача на Касьяна, которая должна, он вклинился, он бежал, все, и во втором тайме здесь все, и выдержал темп, все, а вот к Крылову есть вопросы. — Павел Владимирович, некоторые аналитики записали, по-другому, что чуть ли не в теневые фавориты, а пока получается так, что у нас календарь очень тяжелый, и не исключено, что еще очков недосчитаемся, какую-то ситуацию, работу планируете проводить, чтобы ребята не пускали? — Ну, естественно, я понял, Ваши вопросы. — Даже если какие-то результаты будут? — Ну, я не сетовал и не сетую на то, что мы начинаем чемпионат со всеми лидерами, это действительно так, да, все лидеры до шестого-седьмого тура, все команды, которые в прошлом году находились в лидирующей группе, ставили задачу повышения в классе, повышения в классе. В психологическом плане, сейчас после игры я сказал, что поблагодарил за игру, все, что будем анализировать, проанализируем и двигаемся дальше, забыв эту игру, только анализ сделать и не допускать тех ошибок, сколько мы допустили в этом плане. Опасность есть, но я думаю, что мы в состоянии вместе со всем коллективом, с ребятами решить эту проблему. Если мы после второго, после третьего тура будем опускать руки, то это не совсем правильно. Длинный сезон, есть проблемы, есть над чем работать, и самая главная проблема, это проблема с выигранностью. Ребята-то, в принципе, неплохие, хорошие, обученные, но вопрос времени, чтобы сыграться. Ну, те же Сапсона Бринин, хотя он с окончательной виденной мировостью идет, потому что опытные все эти приграли. Да, опытные игроки, да, в плане организации, здесь бы они, где приезжать, где взять на себя игру, вот именно в центральной части поры, в центральной части поры. Выпал у нас немножко, ну, ниже, скажем так, своих возможностей сыграл Рылов, ниже своих возможностей сыграл Свежоу. И два человека выпадают, это много, с любой командой, а с такой мастеровитой, как Том, тем более. Они все эти вещи не прощают. Организация, контроль, мяча, все. Ну, я считаю, что заслуженная победа Томска абсолютно. Есть еще вопросы? Павел Пангельевич, ну, вот сейчас не помню, что сказал, что Испатилов взял в этом возможность несколько игроков, то есть он там, не стал фамилию называть, но тем не менее, а из Томиева. Кого-то можно, допустим, Ворочу, на ваш взгляд, пригласить, было бы теоретически. Кто-то понравился Томиеву? Ну, теоретически мы можем, теоретически можно пригласить и Месси, и любого игрока. Теоретически. А практически, наверное, есть клуб, есть контракты, есть... Ну, сегодня, так сказать, на ваш взгляд, выделялась у них на будем, у Томска. Ну, выделяюсь. Я скажу, что вся команда в организации, вот именно в сыгранности, в сыгранности сильная. Ну, Важенов, вот, Важенов, смотрите, он практически, казалось бы, не обладая выдающимися, да, скоростными качествами, все. Но не потому, что он хороший, великолепный волк забил, все. Ну, здорово просто пробил, все, не знаю, зрячий он бил, не зрячий, все, ну, попасть с такого угла в дальний угол, от штанги, все, и благодарю, тут особых претензий не предъявишь, все. Ну, человек работает все с уходом, все по делу, все он, принимая мяч, он знает то, что он будет делать дальше, в отличие от ребят у нас, которые не имеют опыта, допустим, какого-то определенного, все. Здесь вот скорость принятия решения, скорость выполнения технических приемов, все это, конечно, в счете и сказывается. И так, если взять в совокупности, то они вот в этом компоненте и превзошли нас.